Как я рада за всех нас! Вот представляете, тысячелетия. Тысячелетия прошло. Тысячелетия прошли, и мы много чего не могли. А вот сейчас как раз можно. А вы думаете, это легко радоваться вместе с вами? Это очень непросто. Это сильные эмоции, это огромные вливания сюда на планету. Это большое благодарю за жизнь. Это мощная реализация. Это постоянно увеличивающаяся или расширяющаяся эмпатия. И да, это, конечно, ново для всех нас. Это очень мощно. И даже тела не успевают за нашими расширениями. И наша квантовая способность сливаться или выражать свое единение со всеми или участвовать в коллективном творчестве, естественно, создает напряжение в наших клетках и наших телах. Но не стоит недооценивать высокие частоты. Они ломают нас. Они создают контраст привычным эмоциональным зажимам. И нас то в холод, то в жар бросает. Идет мощнейшая трансформация. Да еще постоянно меняется земная атмосфера и ее давление. И еще постоянно мы получаем солнечные коды. Что мы, как творческие личности, можем сделать полезное всем большим коллективам для себя, чтобы более плавно и безболезненно проходить эти скачки. Здесь я вам предложу обратить на это свое личное внимание. Чтобы вы сами подумали, что вы можете сделать для себя как творческая личность. Но со своей стороны могу предложить воспользоваться помощью наставников и учителей. И уже сегодня, а особенно 21 июня, разместить вокруг ауры космический такой скафандр. Новую одежду фиолетового цвета. Или костюмчик защиты. И дар быстрого восприятия высоких частот. Или безболезненного восприятия высоких частот. Я, дочь Божья Лора, благодарю всех членов моей звездной семьи. Благодарю всех учителей и наставников. И прошу помочь мне быть постоянно окруженной фиолетовым пламенем. И сонастраиваться с высокими частотами без потрясений. И без эмоциональных выплесков. Мои реакции сбалансированы. Мой мужской и женский аспекты сбалансированы. Я плавно группируюсь в единую человеческую семью и настроена на совместное творчество. Все содействует моему росту. Все содействует моему благу. Все содействует благу всех людей. И благу Гаи и всем ее существам. Я знаю, что я живу в изобилии. И все, что мне необходимо, мне предоставлено по мере моей готовности к принятию. Я принимаю любовь всех существ. И она перетекает через меня, умножаясь по всей поверхности планеты во всем воздушном пространстве, выстраивая купол земного защитного поля. Мир и гармония на земле. Мои эмоции сбалансированы. Благодарю наставников и учителей за участие в моем развитии. Дорогие, дорогие путешественники в мирах большого космоса, мы возвращаемся. Мы вспоминаем, кто мы есть. Мы серьезны и мудры. Тогда как же быть с напутцем? Будьте, как дети. Вот большая просьба ко всем, у кого есть дети, и тем, у кого их нет. Прочитайте заново сказку Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ох, и многое снова откроется, когда вы больше увидите сходство с царевной и ее сыном, отправленным в открытый океан в забитой бочке. И еще больше увидите сходство, когда они выбрались на берег и, используя свои возможности и могущества, построили волшебный град. Это все про нас. Это все про нас. Вы уже от этого гнёта и рабство. Но у нас заложены и гены. Поэтому нам надо от этих ген освободиться. Так вот, когда они прибудут с Ориона, то они будут у вас учиться. Вы же уже мастера. Все у нас получится, если мы снова прочитаем мудрые сказки Пушкина. А ведь эта мудрость и любовь сохранила в своем сердце его няня, которая провела на землю, несмотря ни на что, женскую энергию. И она каким-то очень секретным кодом передавалась нашим детям. Благодарю Пушкина, благодарю его няню за мудрость, которая сияет в веках и до наших дней. С вами в сказочных превращениях, как в сказке. «Как я за нас рада!» Вы даже не представляете. «Как я за нас рада!» Будьте чисты, как дети! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!